В злополучный день 29 октября 2012 Татьяна Толеева вспоминается слезами. В квартире ее матери прорвало стояк. Женщина вызвала специалистов. Поломки сантехники не обнаружили. Несмотря на это вода на кухне продолжала периодически течь и затапливает соседей снизу. Хозяева квартиры вновь обратились в свою управляйку. Повторно сантехники пришли лишь спустя две недели. Они сказали, ну когда они маму начали успокаивать, вашей вины нету. Это общий канализационный стояк. Это видать соседи делали, когда ремонт, стучали. У вас-то ладно, говорит, лопина пошла, вот когда они ремонт делали. А у них, говорит, еще хуже. Мы сейчас у них пойдем ковырять и в ванне, и здесь. Сантехники спускались к соседям снизу. Какие работы там провели, нам выяснить не удалось. Хозяйка квартиру, которой замочили, разговаривать с журналистами отказалась. Известно, что ранее она подала заявление в суд. По мнению суда, является установленным, что причинами залива в квартиры ИСОВ является халатное отношение отвечика к использованию сантехнического оборудования. В ходе заседаний выяснилось, причиной течи стал не общий домовый стояк, а канализационная гребенка. Это горизонтальная труба, которая отходит от стояка в квартиру. И ответственность за нее несет собственник. Именно такую поломку указали в актах обследования сантехники. Хотя владельцы квартиры с этим не согласны. Они считают, документы подделали. 12 ноября. И вот 12 ноября. Должен быть одинаково заполненный, правильно? Здесь, во-первых, исправления идут. Видите? И вот якобы моя подпись и написано, что дочь. Вот тот же самый акт. Только видите, тут уже якобы бурчик. А бурчика мы только на суде увидели впервые. В управляющей компании комментировать ситуацию отказались. По решению суда 80-летняя мать Татьяны заплатила соседке больше 40 тысяч рублей. Женщины обратились в прокуратуру с жалобой на мошенничество. В возбуждении уголовного дела им отказали. В жилищной инспекции пояснили, акты действительно могут составляться после визита управляйки. Оформить их, как положено, на месте бывает невозможно. Управляющая компания обследовала полностью общедомовое имущество и реконструкционный стояк. И в целях профилактики провела прочистку стояка. Чтобы, если какие-то были препятствия в отводе воды, чтобы в дальнейшем этого не происходило. Предписание было исполнено, акт был предоставлен соответствующий. Больше к нам заявитель не обращался. Татьяне Тареевой посоветовали еще раз обратиться в суд с иском к управляющей компании. На руках у женщины готовая экспертиза. По ее результатам сломанным оказалось все же общедомовое имущество, так называемый тройник стояка. Ответственность за него несет управляющая компания. 80-летняя пенсионерка надеется доказать, что ее осудили не зря. Василина Садовенко, Александр Лисенюк, Альфа Новости.